Ну, в общем-то, сегодня у нас последнее собрание в таком составе. На следующей неделе в 11 часов шаббат будет открытие новой церкви в городе Киратата. Все приглашаются, кто придет, кто уместится там. Мы сегодня помолимся за братьев и сестер из Киратата, мы их благословим. И на следующем собрании нам можно, конечно, круг намного меньше поставить стульев. Также я хотел бы сегодня помолиться за Сашу, он закончил теорию миссионерской школы и на практику его направили в Киратата. То есть он минимум на 4 месяца наш Караветовский, да, Саша? Давай выходи, мы тебя благословим, давайте помолимся за брата. Кто-то еще на практику? А Таня? А, ну давай, тоже иди. И Рената. А кто еще? Привет, ты. Смотри-ка. В общем, смотрите, нам больше всех досталось миссионеров. Отец Невестный, мы благословляем Ренату, Таню и Сашу. Мы благодарим, что они закончили теорию в миссионерской школе и просим благословить их 4 месяца практики здесь в Кирататах. Самое главное, мы просим тебя, Господь, чтобы они переживали твою радость, твою любовь и твое направление в действии, как служить. Благословляем во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, поздравляем, вы в хорошее место попали. Мы очень рады. Присаживайтесь. Ну, перед тем, как мы будем молиться за Киратата, у меня есть короткое слово, такое, я рассказал, напутствие. Ну, напутствие для обоих церквей, потому что в следующий раз мы тоже практически, ну, не в половину, нас будет меньше. Что нас ожидает и чего мы так уменьшаемся, почему это происходит, мы говорим об этом. И сегодня я бы хотел прочитать из послания к Ефесянам. Давайте откроем, у Библии есть 4 глава. С 11 по 16 стих. Вот у нас Марк в гостях, он прочитает, у него дикция хорошая. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все пройдем единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенному, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовь все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Здесь мы видим картину церкви, которую апостол Павел образно показывает, как тело. Очень важно призвание каждого апостолов, учителей, пророков, других многих неперечисленных здесь людей, которые имеют дарование от Бога. Но также здесь говорится о еще не менее важном, потому что хорошо всегда знать, что зависит от Бога, а что от нас. Потому что то, что зависит от Бога, мы ничего не можем сделать, и нам не нужно напрягаться в этом. С другой стороны, то, что зависит от нас, мы должны это делать, и Бог это не будет делать за нас. И важна мудрость, понимание, где эта грань проходит, что от нас зависит и что от нас не зависит. Быть апостолом, быть пророком, быть учителем, быть евангелистом, это не зависит от нас. Это Божий дар, и ничего человек не может делать, если не дано это ему свыше. Но что здесь очень важное, кроме дарования какого-то, которое имеет каждый из нас, здесь нет ни одного постороннего человека, который бы не был одарован Богом. И вот 16 стих говорит о взаимоскрепляемых связях. На греческом здесь стоит слово суставы. То есть в теле Христа не человек решает, какую роль он выполняет, какой он орган. Это определяет Бог. Но очень важны эти суставы. И мы знаем, что в организме, то есть в теле человека суставы отвечают за опорно-двигательную функцию. И если суставы не работают или болеют, человек не может стоять, он не может двигаться. И вот эти суставы, эти взаимоскрепляющие связи, это есть взаимоотношения между людьми. Церковь сильна не просто людьми, которые имеют призвание. Церковь сильна связями сильными между людьми. И чем сильнее связи, тем сильнее церковь. Мы должны это увидеть, и вот это как раз зависит от нас. Не от нас зависит, кто из нас с кем является. Это определяет Бог. Но какие есть глубокие взаимопроникающие взаимоотношения между нами, это зависит от нас. Насколько мы открыты, насколько мы готовы укреплять эти связи. От чего это зависит? Это зависит прежде всего, я сегодня скажу, от двух причин. Хотя вполне возможно, что вы еще много и много причин найдете, но я только две выделю, которые хочу сегодня коротко сказать. Каждый из нас имеет глубинную первопричинную нужду. Хорошо бы знать, в чем мы нуждаемся, правда? Как Давид говорит в псалмах, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ну, хорошо знать, в чем я нуждаюсь, правда? В чем я не нуждаюсь? И на самом деле в каждом из нас есть очень важная нужда. Она внешне выражается в разных вещах. То есть это как дерево, в котором много веток, и мы думаем, мне вот это нужно, мне вот это нужно, мне вот это нужно. Но корень – это что-то самая первопричинная и важная. Это и есть любовь. Каждый человек, рожденный на земле, нуждается в том, чтобы его любили. Это выражается по-разному, но недостаток любви, он не может быть восполнен ничем. Иисус показал суть учения Божьего. Он выявил суть Торы, он показал самое главное. Он сам есть Слово Божие, которое показало вот это самое главное. Вот об этом говорили пророки, вот об этом говорило учение. И все заповеди, которые мы знаем в Библии, он выделил в две. В какие? Возлюби и ближнего, как самого себя. Но мы прекрасно знаем, что мы не можем эти заповеди исполнить сами. Иисус так и сказал, вы не можете без меня ничего делать? Ни в каком человеке нет способности любить Бога, если он прежде не примет любовь Божью. Не мы возлюбили Бога, но он прежде возлюбил нас. Если человек не познал Божью любовь и не уверовал в нее, он не может Бога любить. Но точно так же, если человек не познал человеческую любовь, он тоже не может ее отдавать. Мы должны это понять. Мы не можем с человека требовать любить другого человека, если он пустой. Когда человек приходит ко спасению, когда Бог его приводит, он еще не способен любить. Это тот, кто должен получить любовь. И очень важно, чтобы мы признали, что мы нуждаемся в том, чтобы нас любили. Я сейчас не говорю обратную сторону, что мы должны любить, нас должны любить. Иногда мы боимся это сказать. Иногда мы говорим, да нет, ты люби. Но прежде того, чтобы я мог кого-то полюбить, меня должны полюбить. Я не могу любить, если я не переживаю любовь. Мне нечего отдать, если я не получил. И я сказал, что вот эти две важных вещи, которые мешают часто взаимоотношениям, это первая гордость, а вторая закрытость. Гордость это не признать то, что я нуждаюсь в вас. Гордость часто, когда человек думает, да я самодостаточен, я и Бог, все нормально. Ненормально. Человек не может нормально верить в Бога без других людей. Потому что мы тело. Я должен сказать, братья и сестры, я нуждаюсь в вас. Я не могу без вас. Вы должны меня любить. Я хочу этого. И в моем сердце много пустоты, которую Бог может восполнить только через вас. Опять через воплощение, не просто в духе, не просто абстрактно. Иисус пришел на землю и стал плотью. И сегодня Божья любовь желает достигать людей через людей. Не каким-то абстрактным моментом. Это гностицизм. Как-то Бог где-то, знаете, духовно, без материи. Это лжеучение, которое закралось еще в первые века в церковь. На самом деле истинное учение, о котором говорит Библия, будьте нежны друг к другу, братолюбивы. Иисус сегодня желает прикоснуться к каждому из нас через нас. Именно. И мы должны быть готовы признать, что в каждом из нас есть Христос и принять этого Христа. Но для этого нужно смирение, правда? То есть человек должен признать, что он нищий и что он нуждается в других людях. Второе. Это открытость. По причине, возможно, многих травм душевных. По причине какого-то негативного опыта. По причине первопричины греховной закрытости. По разным причинам человек, пока он не найден Иисусом Христом, он находится в очень холодном месте. Вообще в мире по причине беззакония во многих охладевает любовь. Почему любовь охладевает? Потому что мир, он как холодильник такой, который охлаждается. И человек рождается в этом мире и часто он недополучает. Что с ним происходит? Когда холодно, когда на улице мороз, человек что начинает одевать на себя? Свитер, шубу, тулуп, валенки, ушанки. Вот так душа человека, которая недополучает любви, которая живет в холоде, она одевается в разные комплексы, в разные защитные вещи. И потом человек приходит в церковь, знаете, такой душевный эскимос. Он заваливает сюда, у него душа закрыта шубами, шапками, валенками, варежками. Что здесь должно быть, чтобы он разделся? Жара. У нас должна быть такая атмосфера. Мы не должны, конечно, насильно его раздевать. Давай, брат, раздевайся. Разуйся. Не надо раздевать никого. Между нами должны быть такие отношения, чтобы он, возможно, не через один месяц, не через другой, сидит с нами и сидит. Сидит и сидит. Раз, шапку снял с души. А может, через полгода и тулуп снимет? Естественно, нормально, без насилия. Не надо никого раздевать. Не надо в душу человека лезть. Но если он увидит любовь между нами, он скажет, это кто? Ученики Христовы. Жарко мне здесь. И вот душа начинает что делать? Раздеваться. Открываться начинает. То есть человек решает вторую причину своей закрытости. Мы даже не представляем, насколько мы закрыты. Друг с другом. Муж с женою. Люди живут в одиночестве. Очень много закрытости. Правда? Очень много неправды. По причине страха люди защищаются неправдой, боясь внутри себя. Но если мы хотим, чтобы между нами были сильные связи, а мы сегодня утвердили, правда, что церковь сильна чем? Отношениями. Не просто мною или тобою, а нашими отношениями между нами. Если суставы не работают, что толку? Здесь будет 50 апостолов. Что толку с этих апостолов? Здесь будет сон пророков. Что толку с этих пророков? Лучше трое простых любящих друг друга, чем 100 человек, между которыми нет отношений. Пускай здесь будет 5 тысяч, 10 тысяч человек, если не повязаны друг с другом. Это не церковь. Это не церковь. Это просто люди, собранные где-то для какой-то цели. Непонятно. Уберите это здание. Уберите это мероприятие. И что? Куда все денутся? Люди не сдерживаются программой. Они не сдерживаются каким-то членством. Они не сдерживаются каким-то зданием. Люди скрепляются взаимоскрепляющими связями. Глубоко проникающими эмоциональными связями. Когда люди открываются и проникают в дружбу друг друга и связаны этим. Вот эту церковь выгоньте из здания, в лес погоните, в пустыню, если ничего не будет. Почему? Все повязаны. Давайте скажем, один за всех. И все. Аминь. Вы согласны с этим? Так вот, чтобы эти связи были крепки, нам нужно смириться и признать, я без вас не могу. А если раньше пытался мочь, это мой грех, и простите меня. Это была моя гордость. это было обольщение. И второе, признать, да, я боюсь открыться. Я боюсь здесь иногда исповедоваться. Я боюсь сказать правду. Много опыта в моей жизни. Но я хочу от Бога принять решение не бояться. Потому что боющийся несовершенен в любви. Но совершенная любовь изгоняет страх. Начинать открываться. Если сразу не можешь тулуп снять, скинь валенок хотя бы. Хоть маленькое решение, мне варежку сними, приоткрой свою душу. Потому что невозможно просто собираться в закрытом состоянии. Аминь. Но тулупы снимать лучше в малых церквях. В больших церквях ты можешь в тулупе еще лет 20 проходить. Тебя никто не заметит. Ты там можешь и в тулупе, и в лыжах даже. Ну что там? Но когда в кучу сгрудились малые, сдайся, враг. Что, вроде? Церковь это что? Рука. 50 человек опалая. Сжатая в один громящий кулак. Аминь. Ну вот, все то, что я хотел сказать. Пускай Бог благословит нашу церковь Киратата. Через неделю еще начинается новая церковь у нас в Хайфе. Ну и те, кто остается. Знаете, Оставленные есть такой роман. У нас сериал Оставленный будет здесь. Тоже те, кто остаются здесь. Давайте мы используем Богом данную возможность. То, что нас будет меньше. Для того, чтобы душевно раздеться. Чтобы быть более открытыми и смириться и признать. Трудно, тяжело верить одному. Потому что мы взаимосвязаны. Признать существующий факт реальностью, чтобы это реально стало действовать между нами. Мы ничто друг без друга. Так Библия говорит. Нужно с этим согласиться. Мы тот пазл, который только Дух Святой может собрать вместе. Мы такой, скажем, совокупный Христос. То есть, составляемый из разных частей. Не то, что одна часть все может, все знает и все умеет. Нет. Божьи тайны и Божья сила открываются всегда множеством ключей. И один человек никогда не получит ключи от этого. Бог всегда распределяет это между нами и мы взаимозависимы. Иначе, если мы не собираемся вместе, мы не откроем этот сейф. Это не так, как храм гроба Господня. Вы знаете, что там всегда с утра приходит один человек, открывает ключ. Этот ключ уже многие годы с третьих родился в одной мусульманской семье. Дали мусульманам, потому что до этого пока было у христиан, они убивали друг друга за этот ключ. Тогда мудро приняли решение, дали мусульманам, теперь никого не убивают. И вот ждут этого ключника католики-францисканцы, копты, православные, ждут, пока он придет, и что? И откроет дверь. Так вот, в теле Христа нет такого ключника, который все открывает. Ни пастор, ни апостол, ни пророк. Дверка открывается только каждому из нас, когда мы вместе, когда двое или трое, минимум двое должно быть. У одного нет ключей, чтобы открывать этот. Согласны? Давайте встанем и будем молиться за Кириататта. Выходите.